Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и сегодня я вам расскажу одну жизненную историю, которая произошла со мной вчера вечером. Я сидел себе спокойно за компьютером, играл в игры, и вдруг у меня на экране выскочило окно с загрузкой какой-то игры. Я краем глаза увидел, что скачивался ФНАФ. Я подумал, что это какое-то обычное обновление к игре. Но после загрузки я посмотрел на рабочий стол, и там появилось ещё одно приложение. Рядом же была оригинальная ФНАФ. Я недолго думая запустил новую игру. Я догадывался, что там будет что-то не так, и поэтому я поставил камеру, чтобы когда я играл, она снимала меня. Компьютер почему-то выключился. Когда я нажал на кнопку, чтобы его включить, игра запустилась сразу же, и началась загрузка. Она была очень странной. Персонажи из мира ФНАФ были грубо пририсованы, а их глаза были белые и чёрные. От этого у меня аж мурашки по коже пробежали. После выскочило меню, где были какие-то странные иероглифы. Я не понимал, что там написано, и чисто интуитивно выбрал первое. Игра запустилась без загрузки, и была очень ужасно прорисована. Некоторые фрагменты были вообще недорисованы, и всё было в красном оттенке. А на фоне играла ужасная музыка. Я начал играть, как обычно, ФНАФ. Включал и выключал фонарь. Но когда я одел маску, то появились красные пятна на экране. Как будто маска резала моё лицо. Я переключал камеры на планшете, и всё было как обычно. Я уже подумал, что это был какой-то сбой, и это просто первоначальная заготовка по игре. Но вдруг по экрану пошли помехи. После помех было темно. Я не понимал, что происходит. Я выключил и включил монитор. Но ничего не происходило. На экране выскочила надпись. You died. Что в переводе означает, ты умрёшь. Игра продолжилась. Но всё стало очень темно. Я очень сильно испугался, и хотел выйти с игры. Но кнопка искать не работала. И когда я попробовал вытянуть шнур от компьютера с розетки, то ничего не происходило. Он тупо не выключался. Я сидел в шоке. Но мой шок перервало смс, где было написано, играй. У меня не было выбора. И я продолжил играть. На мониторе еле было что-то видно. Игра была уже совсем тёмной. Но когда я одевал маску, то по экрану уже текла кровь. Это означало, что маска уже полностью разрезала лицо моего персонажа. Кровь была очень реалистичной. Пару раз я думал, что она течёт у меня по лицу. Я очень старался выиграть. Хотя это было очень сложно. И вот уже было пять часов. Но числа начали сбиваться. И экран просто побелел. Дальше я ничего не помню. Но камера записала всё. Мои глаза стали белыми. Я сидел и ничего не делал. Разве что только двигался вперёд и назад. Через пару минут пошли помехи. И запись оборвалась. К сожалению, я не знал, что было дальше. Но очнулся я уже с телефоном в руках. Никогда не ведитесь на такие игры. Кто знает, что они могут означать. Перед тем, как делать это видео, я перешёл по странной ссылке. И игра начала снова скачиваться. Но я отклонил. Если кто-то хочет ссылку на эту игру, то пишите в директ. Попытаюсь всем скинуть. Здесь не могу, потому что Ютуб блочит все странные ссылки. На этом всё. С тобой был Сергей Онис. Поставил от тебя это всего лишь две секунды. А мне очень приятно. Если это видео наберёт много лайков, то я найду ещё такие игры. Или же они меня сами найдут. А также подпишись на канал, чтобы вступить в мою крутую Суприм-банду. Ведь придёт время, и Суприм-банда будет над всеми. И мы будем самими сильными. Ведь кто не с нами, тот под нами. На этом всё. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока.